всем привет решил записать кратенькое видео о дополнении технических или электрических моментов свой toyota prius 30 в общем посыл заключается в чем заказал вот такую штуку с хабаровска есть такой в хабаровске яви сервис или его сервис не знаю как точно называется у них в инстаграме увидел информацию о том что изготавливают они сами вот такие вот контроллеры контроллер этот отвечает за работу вентилятора охлаждения ввб или просто сказать батарейка ну суть в чем наверное всем уже известно может быть не всем что в тридцатых приусах быстро умирают батарейки следствие перегрева то есть вентилятор ввб работает не в полную мощность или не должным образом как правильно сказать либо это действие инженеров либо маркетологов я не знаю но суть в том что вентилятор охлаждения ввб начинает работать в полную мощность только тогда когда автомобиль достигает какой-то определенной скорости то есть это сделано для комфорта всех находящихся в салоне чтобы так сказать не доставать своим шумом вот катитесь вы в 30 градусную жару в пробке или где-то по городу вентилятор работает очень на маленьких оборотах а батарейка при этом греется многие не любят ездить с кондиционером летом плюс ко всему и середина достигает 60 то и более градусов из-за чего быстро выходит из строя так вот вот эта штука заставляет работать вентилятор как надо сама определяет температуру батарейки и заставляет вентилятор работать с нужной скоростью вот то есть сейчас я ее буду устанавливать устанавливаться она будет у меня в тридцатку вместо вот этой вот приблуды назовем ее так это приблуда для японских платных дорог сделано мне на тут в россии ни к чему вот ее уберу и вместо нее поставлю вот этот контроллер вставляется в ободе разъем вот этим вот переходником или как он называется и все автономно начинает работать определять сам температуру то есть момент даже когда холодно он наоборот даст батарейки погреться то есть вот такие вот моменты ну что погнали устанавливать снимаем значит воздуховод вытаскиваем и отсоединяем с торпедой вот эту пластмасску я бесполезно эта штука находится которую мне нужно снять болтик на 10 и вот она здесь здесь под отверточку два болтика их откручиваем и убираем ее вот она у меня уже в руках это японская бесполезная штука компьютер это же целый компьютер made in japan вот в общем она нам больше не нужна дальше что я делаю дальше я беру нужную штуку под названием контроллер как было сказано отсоединяю экранчик он легко вытаскивается сам корпус устанавливаю на место этой бесполезной штуки потом подсоединяю экранчик и шлейф эта штука там защелкивается на шлейфе это подсоединяем в ободе разъем и должно все работать вот так вот выглядит ободы разъем ободе кому как нравится или как правильно все теперь устанавливаем на это место контроллер с той стороны подцепляем экран и проверяем просто идеально встал закрутил я его про час красиво спрячем ребята с и в сервис молодцы делают такие полезные штуки как родная как завода сейчас установим экран и попробуем ну значит что идеально стоит на этом месте то есть подогнано вообще просто идеально изначально эта штука сделана не для красоты у нее есть прямое назначение это нормально задавать обороты вентилятору охлаждение с экранчиком я взял потому что это была моя прихоть он чуть-чуть дороже стоит будет чуть-чуть красивее также у ребят есть без экранов данные контроллеры многие не заморачиваются экранами просто берут потому что прямое назначение опять же повторюсь это задавать нужную скорость вентилятор охлаждения ввб подключил и она автономно делает свое дело на альфе знаю устанавливается подвоз подвоздуховод точно такая же штука японская для платных дорог стоит у альфы здесь подвоздуховодом сюда она ставится еще красивее то есть получается в зоне видимости там она чуть чуть ниже у меня в общем как-то так в общем ничего еще на место не собирал буду делать пробный запуск проверять на работоспособность старт опа вот это дело работать вот здесь все отображается есть у ребят в инстаграме подробное видео по этому поводу каждый момент из этих описывают вот это я так понимаю скорость вентилятора сейчас он задает это темп наверное температура батареи это наверное температура в салоне не все работает отлично теперь можно и собрать надеюсь будет слышно в камеру то есть контроллер уже заставил быстрее работать вентилятор охлаждения прям чувствую как воздух туда заходит плюс всегда пользуйтесь климат-контролем круглый год ваша батарейка будет одарена правильно сказать наверно будет так будет одарена более долгой жизнью спасибо и ве сервис что я еще могу сказать отличные вещи делают не буду называть другой гибридный сервис там я вопрос задавал по данным теме по поводу охлаждения не сказали нет это ни к чему и тому подобное но я со своим опытом понимаю что им это просто не выгодно зачем им чтобы батарейка вашем автомобиле жила долго им надо работать менять ее зарабатывать деньги здесь просто красота то есть для понимания вот я сейчас сижу салоне автомобиля прикроем дверь я надеюсь слышно вот так сюда назад сейчас камеру перемещу вот как раз вот этот вот шум для инженеров японских не знаю точнее что они подумали что этот шум будет донимать пассажиров и сделали таким образом опять же повторяюсь чтобы он не донимал говоря попросту едете на маленькой скорости вентилятор еле работает чтобы не доставать шумом начинаете набирать скорость примерно 100 километров в час шум от колес вентилятор работать начинает нормально и вы его не слышите скорость снизили вентилятор свою скорость тоже снизил но при этом батарейка кипит если это жаришка вот как то так дополнение тут же дело в том что все по-русски написано темп рум это температура в салоне я думаю я правильно понимаю темп ашви бат ну это температура батарея вот в данный момент 29 градусов и спид фан это скорость вентилятора это я уже понял потому что сейчас я слышу что вентилятор вообще не работает то есть батарейки сейчас нормально всего лишь 29 градусов вентилятор не работает очень полезная штука и